Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Почему медики считают, что ожирение одна из главных проблем в 21 веке? Что делать, если у вас лишний вес? Об этих и других вопросах мы поговорим сегодня с нашей гостьей Татьяной Филатовой, врачом-эндокринологом. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, насколько остра проблема с ожирением для России? Как мы выглядим на фоне других стран? Больше у нас, например, полных людей, чем в Америке. Вот как раз нет. Очень хорошо, что тут мы хотя бы не лидируем. Конечно, лидирует Америка, Великобритания. Сейчас много вопросов стало возникать у стран Японии, Китая. У них стал очень быстро расти избыточный вес у взрослых и еще особенно у подростков, у детей. А Россия, она как бы, конечно, в числе стран, где много таких людей, но в то же время мы не лидируем, пока еще нет. А почему так актуально стала проблема с ожирением? Что изменилось в нашей жизни? Вы понимаете, образ жизни поменялся, ритм жизни поменялся. Все сели на машины, гиподинамия, и потом ядовидеть какая, полуфабрикаты, готовить некогда. И потом, ведь не только ожирение растет, к сожалению, растет и сахарная диабета, они, как правило, одновременно, одно другому очень часто сопутствуют, потому что механизм возникновения, он один и тот же, гиподинамия, неправильное питание, плюс стрессы. Конечно, стрессы никто не отменял, безусловно. Поэтому и растет. И вот очень актуальный стал такой вопрос, что взрослые, понятно, уже что с ними, да. А вот дети и подростки, у них увеличивается, увеличивает в среде этой категории населения избыточный вес. Это вот плохо, это страшно, это нехорошо. Ожирение приводит к другим проблемам со здоровьем, чем грозит еще лишний вес. Вот вы называли сахарный диабет. И не только. Вы знаете, к сожалению, есть даже такое понятие метаболический синдром. Его даже какое-то время называли смертельный квартет. Почему? Потому что туда входило ожирение, избыточный вес, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз. То есть вот эти вот заболевания, они одно из другого вытекают. Одно приводит часто к другому, и механизм возникновения один и тот же. И приводит все это вместе к выраженным нарушениям метаболизма. А это что? Риск инфарктов, инсультов, если вот сказать просто, да, увеличивается в громадное количество раз. Сахарный диабет, он очень инвалидизирующее заболевание. И сам избыточный вес, он тоже в себе очень много проблем таких вот несет. Это не только косметический дефект. Косметический, это может вообще на любителя, там кто-то нравится, да, все мое-мое большое. А вот когда начинаешь разбираться, очень много проблем. И в итоге метаболический синдром, сахарный диабет, уже отдельно гипертоническая болезнь атеросклероза, и ишемическая болезнь сердца. Это вот все составляющие вот очень ухудшающих качества жизни заболеваний у человека. И с ними, безусловно, надо бороться, естественно. И один из путь борьбы и профилактики этих состояний – это как раз коррекция избыточного веса, если он есть. За какими показателями нужно следить человеку, если у него есть лишний вес? Ну, непосредственно за самим весом, естественно, да, и нужно смотреть глюкозу крови обязательно периодически, нужно смотреть липидный спектр, то есть это показатели жирового обмена. И нужно следить за артериальным давлением, это как бы так называемые показатели самоконтроля, можно сказать. Потому что это опять все, это же составляющие вот тех заболеваний, о которых мы только что говорили. Об этом в первую очередь. Здесь сейчас очень много диет, например, белковая, диета дюкана. Как вы к ним относитесь? Ну, вы знаете, у меня отношение такое же, как и у всех. То есть диета – это зло, по большому счету. Вы понимаете, диета – это ведь что? Это значит, какой-то короткий промежуток времени человек начинает что-то есть, что-то не есть. А любому организму нужно достаточное количество белков, жиров, углеводов, достаточное, правильное количество, да, не избыточное. Если человек садится на диету, значит, организм чего-то недополучает. И поэтому длительно, ну, нельзя находиться на диете. И потом, если ты прекращаешь соблюдать вот эти вот рекомендации по питанию, да, вот этой диеты, то дальше ты начинаешь питаться обычно, и что потом-то? Тогда получается опять склонность к набору веса. Это один момент. А потом все диеты, ведь, вот даже самые белковые, вы назвали белковые. А если у человека проблемы с почками, то нельзя. То есть там, наоборот, нужно уменьшать количество белка. То есть если ты садишься на диету какую-то, еще раз, как бы, вот правильнее, кратковременно, и надо еще все-таки посоветоваться с доктором, можно ли, и какой уж тогда, какой из вариантов. Все-таки я сторонник не диеты, а рациона, питания. Существуют рекомендации, например, кафедры лечения избыточного веса, то есть эндокринологический научный центр, ну, наше головное медицинское предприятие, скажем так, да и вообще это мировые, как бы, скажем, рекомендации, по питанию, по образу жизни. И тогда, вот если ты будешь так питаться, то у тебя не будет склонности к избытку веса, потому что та энергия, которую ты получишь с пищей, она не будет превышать ту, которую ты потратишь. То есть сбалансировано образ жизни и рациональное питание. Я вот так сказала, диета – зло. А как лечится детское ожирение? Очень сложная проблема, потому что ребенку, в первую очередь, очень трудно объяснить, что вот это вот кушать можно, вот это нежелательно. Взрослым он еще как-то понять может, да. Так вот, хитрость, конечно, донести, попытаться вот эту составляющую, конечно, до ребенка донести трудно. Надо как-то встать, да, на одну и ту же, как бы, ступеньку с ребенком, да, какими-то теми же словами, там, я не знаю. Надо заниматься, это вот очень важный, кстати, вопрос, и ко мне, когда приходят дети, ну, подростки все-таки с ними чуть попроще, и то с подростками тоже трудно. А когда возраст чуть поменьше, то вообще объяснить иногда бывает невозможно, почему все идут с классом есть пиццу, да, там куда-то, а вот там мне не надо, да, трудно. Потом, медикаментозной терапии как таковой для детей не существует, потому что существуют возрастные ограничения. Хотя сейчас есть методы с подросткового возраста, все известно, все все знают, у доктора. Все-таки все равно лечение что у взрослых, что у детей – это дозированные физические нагрузки и рациональное правильное питание. Тут как ни крути, таблетки по любому случаю – это тоже все-таки некое зло, оно иногда помогает, но не иногда оно помогает, там, обмен веществ нормализовать, сдвинуть обмен веществ, как бы. Но все равно правильный образ жизни и дозированные физические нагрузки. То есть задача – донести до ребенка, может быть, до родителей, если они там что-то не понимают, ну, может быть, как-то объяснить, что всем вместе надо заниматься там какими-то упражнениями, чтобы ребенок хотел это делать, да, чтобы не из-под палки. Когда из-под палки ничего не получается, вот чтобы он хотел. Очень многие действительно хотят похудеть, но не знают, с чего начать. Дайте нам какие-то рекомендации. Во-первых, нужно обязательно завтракать, это закон, нужно обязательно кушать 4-5 раз в день часто, но понемножку, то есть не надо вот такого, что вот я весь день не ем, а потом вечером приду, как бы вот я поужину, я вроде мало поела, и у меня только раз в день, никогда в жизни не похудеешь. У нас работает так организм, так устроено, что обмен веществ такой, ночью человек, например, спит, он видит сны, он там переворачивается, он, может быть, кто-то там, да, в туалет идет, да, он какую-то энергию все равно тратит. То есть ночью все равно человек немножко худеет. А если ты вечером пришел с работы поздно, да, ты вот поел, уже в конце концов, в конце дня ты поел, то энергию ты практически не потратил, калории ты не потратил. Утром ты встаешь, есть совершенно неохота, ты еле можешь себя впихнуть в чашку кофе, ну, там, может быть, там какой-то бутерброд, да, и опять на весь день, и опять к вечеру. И все это вот накапливается и накапливается, и организм начинает морковку переводить в жир, понимаете, то есть никогда не похудеешь. Я веду к тому, что обязательно должен быть завтрак, должны быть обязательно частые приемы пищи, никогда нельзя голодать, если ты хочешь худеть, голодать нельзя. Если голодаешь, организм начинает сопротивляться, он начинает все накапливать, он начинает экономить, вдруг его не покормят. Поэтому есть часто, но мало. Некоторые считают, что если не есть после шести, будет легче похудеть. Правильно ли это? В последний раз нужно есть за четыре часа до сна. То есть вот не то, что в шесть часов вечера, да, а все-таки за четыре часа до сна, потому что образ жизни разный, и кто ложится спать в какое время, это как бы его личное дело. Большой перерыв тоже не должен быть, слишком большой, да, и в то же время за четыре часа до сна это оптимально. И, знаете, еще существует, ну, это как бы ошибочный такой подход, что вот я, например, ужинать сегодня не буду, я поем фруктов. Вот если ты поешь на ночь фруктов, ты никогда не похудишь. Почему? Потому что фрукты углевод, углевод, чтобы всосался, обязательно должен выделиться инсулин, чтобы углевод в клетку попал, это наш основной источник энергии, должен выделиться инсулин. А получается, если ты много поел фруктов на ночь, да, то выделяется много инсулина, а инсулин – это гормон анаболик. Он способствует повышению аппетита, повышению веса, задержке жидкости, повышению давления. То есть ты не похудеешь, ты поправишься от фруктов, понимаете? Вот поэтому еще такая общая рекомендация, что фрукты нужно есть там до 15-16 часов дня. И, естественно, еще раз хочу сказать, что нужно находить время на физические нагрузки. Обязательно и жир начинает расходоваться после 45 минут занятий в тренирующем режиме. То есть первые 45 минут они общоукрепляющие, а вторые пойдут на минус ткань как бы. То есть должна быть регулярность, какое-то время себе нужно избрать, когда тебе комфортно, необязательно по утрам заниматься. Может быть, человек-сова, да, вот у него такой образ жизни, что ему некомфортно утром. Ну, еще днем, там, чуть позже вечером. Главное – тратить энергию. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Остается добавить, что наше здоровье в наших руках. Верьте в себя, и у вас все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова